Всем привет! Привет из Крыма, привет из Судака, привет с вот этого благополучного стадиона нашего, который раньше принимал здесь, тут даже день города проводил, спортивные праздники, потому что сегодняшний ролик будет посвящен спорту. У меня так получилось, что я встретился и взял интервью и в Судаке выиграл третье место бронзовая медаль на чемпионате мира по армспорту. Это вот вы представляете наш маленький городок, в нем есть такая вот школа армспорта, что мы можем представлять наш маленький-маленький судачок на чемпионате мира. И знаете вот мы часто по новостям смотрим как спортсмены едут на олимпийские игры, как они едут там, это какие-то там те московские спортсмены, а тут оказывается у нас в Судаке есть спортсмен уровня мирового. И просто знаете вот по новостям мы смотрим там обычно вот поехал, выиграл, схватка была такая, а вот как вот это закулисное все, как туда поездка, как взять такси, мы как бы редко это видим. И просто если вам интересно послушать вот такую вот жизненную историю человека, который смог из российского Крыма поехать на чемпионат мира, который хотел там флагом России всем показать, что Крым это Россия и как он поехал. Вашему вниманию Александр Цветков, чемпион Европы по армспорту, призер третье место чемпионата мира, у него много всяких регалий, спортивный тренер, он ведет, воспитывает молодежь. Слушайте его историю о том, как живет со спортсменом в Судаке. Спасибо за внимание. Так, ну ты вернулся с чемпионата мира по армрестлингу, расскажи свои впечатления вообще для судакчан, как проводился, многие наверное вообще не знают, как это выступить на чемпионате мира. Саш, ну... Хотелось бы такое, знаешь, немножко закулисное, именно как там выход было крымчанину выступать на чемпионате мира. Ну, на самом деле... Я, кстати, видел, что ты там флаг показал судакский, это же все-таки, ну, такой даже патриотический подвиг, можно сказать. Так и есть, то есть, вообще перед самой поездкой, да, то есть, было, скажем так, три задачи. Первая, это, как скажем так, личное эго, да, то есть, спустя 8 лет вернуться и побороться с сильнейшими, да, на чемпионате мира. Вторая задача была вот этим вот деткам, которых ты сегодня видел, а их занимается в школе порядка 60 человек, показать, что даже с нашего маленького города можно выйти на уровень и, как минимум, съездить за границу, увидеть мир, а как максимум побороться на чемпионате мира и выиграть там какую-нибудь медаль. Вот. А третья, да, совершенно верно, флаг для того и брал, чтобы из этих 46 стран-участников, да, полторы тысячи спортсменов было, представить наш город на чемпионате мира, показать, чей Крым, не словами, а делом, и представить совершенно верно, то есть, Российскую Федерацию от нашего города в своем лице. Но насколько реально вообще судакчанину взять первое место, это сколько трудов у тебя вложено в рам-рестлинг, чтобы прийти к этой вершине? Тут такая ситуация, что этот марафон у меня начался еще два года назад. То есть, я в эту авантюру ввязался после того, когда узнал, что чемпионат мира 2019 года должен был пройти в Грузии. Я понимал, что туда будет не нужна виза, и я смогу поехать. Я поехал в чемпионат России прошлого года, отобрался в сборную, и чемпионат мира отменили. Прошел год, в этом году мы опять поехали с крымской командой в Орел на чемпионат России. Я стал чемпионом России в новодайсе категории до 90 килограмм. И так же само, в надежде, что чемпионат мира будет в Грузии, его на год просто перенесли, ждал как бы вот этого всего процесса. Ничего беды не предвещало, с 15 июня я начал подготовку. Подготовка, откровенно говоря, первые два месяца шла не очень, потому что сам понимаешь, какая у нас в Крыму жара. Здесь просто по городу передвигаться людям тяжело, а я был вынужден как бы набирать форму. И вот где-то вот только вот в августе, в сентябре, вот пошли уже более-менее хорошие результаты, но тут случился казус, чемпионат мира опять отменили. И было двух- или трехнедельное затишье, я тренировался просто в лайт-режиме и уже не понимал, что мне делать. И тут приходит с федерации новость, чемпионат мира будет, но не 27 сентября, на что я планировал пик подготовки, а с 28 ноября по 4 декабря в Бухаресте, в Румынии. И вот тут началось у меня самое интересное, то есть я был вынужден перестраивать подготовку, сразу возник вопрос с визовыми документами. И потом я ждал, когда нам пришлют смету. После того, как прислали смету, да, а перед этим всем, перед выборами депутатов Государственной Думы, да, меня приглашали в офис Единой России, мы там собирались, обсуждали проблемные вопросы. То есть когда меня спросили, в чем есть необходимость, я объяснил, что в спортивную школу надо новый стол для армрестлинга, а лучше два, потому что когда меня просят, да, на городские меропятия провести какой-то турнир, мне вот этот старый обшарпанный стол, ну мне стыдно его выносить на набережную и показывать людям, потому что люди ходят в праздник, в праздничном настроении, с семьями, с детьми, и мы-то будем стоять с этим столом обшарпанным. Вот, это был момент первый. Этот вопрос решили, с двух столов один купили, второй стол, сказали, в конце года, ну не знаю, будет, не будет, то есть говорю как есть. И второй вопрос у меня был к томушнему главе Степикову, говорю, так и так, вот будет чемпионат мира, нужна будет финансовая помощь, потому что, как бы, ну, поездка это удовольствие не дешевое. Он тогда при всех на камеру заверил, все нормально, готовься, поможем. Так вот, самое интересное началось потом. Мало того, что с визой, я же говорю, у нас все просто получилось. Если раньше виза была, виза и должна быть спортсменом бесплатно. Раньше мы в федерацию отправляли документы, президент федерации собирал этот пакет и сам сдавал в посольство. И потом тебе прислали паспорт с визой. То сейчас наши, скажем так, цари в Москве не хотят себя этим утруждать. Они пошли в турфирму, спросили, сколько будет стоить открыть визу в Румынию. Им обозначили 11 тысяч. И, помимо этого, надо было еще поехать в Москву, сдать биометрию, то есть, понимаете, туда слетать, назад слетать. И гарантия, как бы, ну, 50 на 50 была. То есть, вот первый момент, который был очень психологически неприятный. Момент второй, когда коснулось уже денег, Степиков уже покинул свой пост, но вопрос не в этом. То есть, человек обещал, да, слово нужно держать. Я ему звоню, он, да-да, меня нету, это было во вторник. Говорит, я в воскресенье буду, наберешь меня, все решим. Скинул я ему смету, после этого связь с ним оборвалась. На сообщение он не отвечал, трубку он не поднимал. И на выходе, вот представьте, я выхожу на пик подготовки, мне нужно максимальную силу набрать. А я сижу, визы нет, денег нету. И вот здесь началось самое все интересное. Такая республиканская федерация, что не помогает, что ли? Вообще финансирования не было. Я не знаю, или за ковидных ограничений, абсолютно финансирования не было никакого. Сейчас мы до этого дойдем по порядку. То есть на выходе, в первоначальной смете, 80 тысяч рублей. Это причем она была стартовая, от Москвы до Бухареста, назад с четырьмя днями проживания. Но надо было по регламенту прибыть за сутки до взвешивания. В общем, на выходе, помимо этих 80 тысяч, значит, что получилось? Долететь до Москвы, там переночевать, потому что рейс был 9 утра на следующий день, я бы никак в этот день не прибыл. Также само обратно, я прилетал в 16.45 в Шереметьево, рейса на Симферополь уже не было. То есть две ночевки в Москве дополнительно, это что-то покушать. На сутки раньше я был вынужден прилететь в Бухарест, потому что прямого рейса 27-го не было, я прилетел 26-го. Это сутки гостиницы, потом антиковидные ограничения заключались на соревнованиях в чем? Каждые три дня сдавать ПЦР-тест, стоимость ПЦР-теста 50 евро. И плюс, Всероссийская Федерация наша почему-то решила, как-то вот самостоятельно придумав это правило, что еще и каждый должен был, помимо декларации, где он подписывал антидопинговые правила, еще сдать на взвешивание 500 евро на случай, если спортсмен будет уличен в применении измельченных препаратов, чтобы потом не выбивать с него эти деньги, а сразу как бы их забрать и все. А если спортсмен чистый, то отдать. То есть вот на выходе у меня эти 80 тысяч превратились в 135 тысяч. Так как я же говорю уже, бывший глава администрации слова своего не сдержал, но выбора у меня не было. То есть обратился к людям, то есть администрация тоже свою лепту внесла, как бы на тот момент 30 тысяч не хватало, а с 80 я Рожко позвонил, как бы да, в течение недели, как бы да, они меня пригласили, как бы да, эти деньги нашли. Надо было больше, наверное бы как бы дали бы и больше, не знаю, но остальную, как бы часть я вот, что свои, что по знакомым собирал. И на всех этих вот, скажем так, переживаниях так вот не должно быть. Спортсмен должен, давайте понимать, спортсмен должен заниматься подготовкой, показывать результат. То есть есть администрация города, которая должна быть заинтересована, что человек из ихнего города едет на чемпионат мира, да, представлять город. Есть федерация армрестлинга, которая тоже должна была как-то поспособствовать. Симферополе все-таки как бы, да, я думаю, с меценатами вопросы попроще там можно было решать. Ну, если бы хотели бы или могли, наверное. А на выходе, то есть я последний месяц только был и занят не тренировками, как бы да, решением всего этого геморроя, по-другому назвать не могу. И на чемпионат мира я приехал на 6 килограмм меньше, чем подготовку закончил, в очень нехороших кондициях. Помимо этих еще мелочей было такое, что за 5 дней до соревнований прислали перед федерацией письмо, где нам было запрещено использовать государственную символику, исполнять гимн и тому подобное. Вот. На выходе я приехал, да, 2 400 я заплатил за футболку фар. То есть, чтобы вы понимали, чтобы отстаивать честь страны, нужно еще за свои деньги купить футболку. Это тоже нонсенс для меня. Как бы футболки сборной можно было бы и выдать. Но, тем не менее. И вот в таком настроении я боролся на чемпиате мира. Ну, хоть третье место. Ну, ладно, а если так грустно у нас что-то получилось. Слушай, скажи, сегодня Рожко отчитывался, делал отчет городского председателя горсовета и рассказал, как у нас спорт развивается. А у тебя какое впечатление о развитии спорта в Судаке? Диагнозеркция по неолимпийскому виду спорта арморестлинг 58 участников. Доля расседения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, имеет положительный динамик. Так, в сравнении, в 2018 году у нас было охвачено 4 379 человек, в 2019 году 5 700 человек, в 2020 году уже 6 300 человек. По состоянию на 1 октября 2021 года число жителей городского округа, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 19% от общей численности населения. И 1% общей численности занимающихся по республике Крым. Мое впечатление... За последние пару лет хотя бы. Я скажу так, у нас вот депутаты, особенно перед выборами, любят как? Знаешь, там какой-то субботник придумать. Гору мусора нашли, сфотографировали, было. Потом одели перчатки, грабиликами и погребли, сфотографировали и стало. Так вот, я хочу таким же принципом рассказать, как было и стало. То, что было. В свое время в Судаке проводился первенство Юго-Восточной Европы по большому теннису. Здесь куча стран было. Мы все бегали, туда смотрели. Итог Судак был заполнен. И звездный, и военный санту рекорды. Я помню прекрасно в Дома отдыха Судак проводился Кубок Черного моря по боксу и по кикбоксингу международный турнир. Мы здесь в свое время проводили три чемпионата Украины по армрестлингу. Два международных турнира. И вот у меня напрашивается вопрос. А что сейчас проводится? Отвечаю. За последние пять лет ничего. Единственное, вот Джамшит что-то пытается, турниры свои проводит. Как бы это хорошо. Опять же, я так понимаю, без особой поддержки администрации. Потому что тоже денег наобещали в этом году. Он турнир сделал, денег не дали. Я просто знаю ситуацию. Это первое. Момент второй. Вот смотрите, что сейчас происходит. Сейчас у нас в городе, смотрите. ММА частный. Бокс в РТСе частный. Шахматы мы потеряли, их нет. Что еще? Ну, футбол, школьный волейбол, хоккей на траве, он был, есть. Но хочется больше такого. Знаете, спорта чуть-чуть, скажем так, не то же высших достижений, но более высокого уровня. То есть у нас ничего не осталось. Футбол три стадиона. Абсолютно, да. Футбол три стадиона, лучше бы был один, но божеский целый. Шутка была. И под конец, да, что хочу еще сказать. Вот раньше, раньше была очень хорошая традиция. Раз в году в горизонте собирали вот спортсменов лучших, тренеров. Там же присутствовал в свое время Михайлов, Дэйч Борис Давыдович, Синюк Анатолий Сергеевич. Глава тогдашней администрации. И понимаете, в чем была прелесть этого всего? Во-первых, тренера общались, был обмен опытом. Спортсмены общались. Эти тренера и спортсмены видели, что они городу нужны, что их видят, что их знают. И когда были какие-то проблемы, которые нельзя было решить за счет бюджета, вот можно было подойти к вот этой вот троице и решить вопрос более глобального характера. Вот, например, как тогда у нас вопрос стоял, нам нужно было два стола. Профессиональные для общества, чтобы проведить чемпионаты Украины. И нам тогда Михайлов за тысячу евро купил два стола. Это единственные столы в Украине тогда были сертифицированные профессиональные. Они были в Судаке, вот представьте. Вот это вот было приятно. А сейчас что происходит? У нас все кучками тусуются, волейболисты там, футболисты там, ММА там. И все друг на друга косо смотрят, потому что одним там что-то дали, другим не дали. И эти какие-то бывают недоговорки, обиды. Не должно этого быть. Не должно. Позапрошлый год, да, все мы помним, когда всех собрали там, кому дали грамоты, кому не дали, это сейчас не важно, Степиков создал общественный совет спортивный, куда вошло там 15-20 человек, если мне память не изменяет. Это был декабрь. И пообещал, что мы в январе вот соберемся вот все вот с общественниками, с тренерами. И вот как-то вот какую-то модель, может он что-то не понимал, какую-то вот сообразим такую модель, что городу нужно вот в плане толчка развития спорта, чтобы возродить. Так мы до сих пор собираемся. Давайте как-то уже действительно соберемся и не словами, а делами будем как бы что-то делать, развивать. Потому что мы все хотим, чтобы у нас были дети здоровые, занимались спортом. А где? Что? А ты веришь, что в Судаке вообще это можно сделать сейчас? Я верю. Я верю. Это было у нас. У нас было. Вот и сейчас, Саша, сам был, ты вот видел, да, детвора занимаются. Молодцы. Все, поехали на щекоткрым. И все с медалями вернулись. Хотя поверь, приводят, знаешь, каких? Вот привели. Нет, я в детей верю. Я верю в организацию города. Вот Серов, как бы о нем ни говорили, у него было такое дальнее видение. И все-таки он так группировал. Я по себе знаю и спортсменов, и СМИ. И что-то было так в развитии. Последние годы я, например, этого не вижу. Саш, вот если здесь мы вспомнили Серова, да, я тебе вот скажу, именно от себя скажу, вот золотое время у нас именно было. Я думаю, не только что в армрестлинге. Я знаю, что он и футболистом там мячи покупал, все. Это 2008 по 2013 год. Как это все происходило, да? Вот, допустим, Цветков, Порошин, Терпелова отобрались в сборную Украины, да? Надо ехать там, условно, в Литву. Сметано на человека 700 евро. Я ему позвонил, говорю, Владимир Николаевич, так и так надо ехать. Он говорит, сколько нужно денег? Столько. Край недели, а бывало в тот же день. Привозились деньги, понимаешь, да? Да, куплены билеты, все есть. Мы не переживаем, мы готовимся, мы показывали результаты. А на сегодняшний день, я же говорю, я последний месяц не тренировался, а бегал на таких нервах. И думал, что и как. И самое страшное, знаешь, что по концовке даже не это. Мало того, что через место, которое ниже поясницы и выше колена, как бы отправили, да? Это сейчас касается, я же говорю, и федерации, и администрации. То есть, ну, не должно так быть, не должно. Концовка. Я в Москве уже, мне звонит Шарков, президент федерации нашей, и говорит, Саша, а ты когда прилетаешь? Я говорю, ну, завтра в Симферополь. Тебя, говорит, будут встречать. Я говорю, кто? Он говорит, Крым-24. Я говорю, спасибо, не надо, говорю. То есть, видишь, какая ситуация? Для того, что ты туда поехал и показал, да? Представил город, республику, страну. Помощи ноль. Но когда ты возвращаешься, какой же ты молодец. А давай мы тебя покажем по телевизору. А еще лучше, давай мы тебе грамоту дадим. Это меня больше всего, что поражает, понимаешь? Вы меня извините, говорю. Но от этой грамоты у меня дети сытнее есть не станут. На инфляцию, она не волшебная. На инфляцию он тоже никак не влияет. Как-то, ну, давайте либо вообще-то, вообще никак. Либо как-то начинать уважать друг друга. Вот как бы вот такая у меня ситуация. Даже не знаю, что у тебя спросить еще. Но так все-таки, а отдел спорта в Судаке? Есть ли возможность вообще, чтобы он начал, вернее не начал, он, наверное, как-то работает, чтобы плодотворнее работал? Ну, скажу так, когда вот именно спортом занимались люди отдельно, молодежи, старшинолетними отдельно, там, и всем остальным отдельно, тогда толк был. Сейчас я даже не могу ничего здесь сказать по одной простой причине. Насколько я вот информацией владею, там сейчас вообще четыре отдела в один слепили, там сидят два человека, я прекрасно понимаю, что они занимаются банально отписками, там работать некогда, потому что там, как у нас есть отчет, план, план планов, план выполнения планов и тому подобное. То есть ты летел на чемпионат мира или даже не заходил в отдел спорта администрации? Нет. В саму администрацию заходил, когда мне Рожко позвонил, я же говорю, я пришел, тогда мне 30 тысяч не хватало, с 80, подчеркиваю. Мне их как бы дали, все, спасибо, да. Но я же говорю, так быть не должно. В моем понимании, я же говорю, вот человек едет, да, то есть, ну, раз, что надо, то, то, то. Потом поехал, а потом спрашивать за результат, почему так или почему не так. Потому что объективно, я же говорю, за месяц от турнира, я не первый год в спорте, я должен был становиться первым, то есть выигрывать с запасом. Но, но, поехал я в других кондициях, потому что, я же говорю. Планы на какое следующее соревнование готовишься? Саш, пока, честно, я сейчас до Нового года беру паузу, честно, вот. Даже выступать сейчас не хочу. Опять же, сейчас тоже пару моментов, да. Я в Румынию прилетаю. Первым делом QR-код, пожалуйста, потом. Цель вашего визита в страну, говорю, чемпионат мира. Ваши приглашения, я говорю, у меня нету. Мне говорят, ну, когда будет, подходите. Стоит сбоку представитель Татарстана, Екатеринбурга. Я говорю, ребята, у вас есть приглашение? Говорят, у нас есть. Я говорю, где вы взяли? А, говорит, всем региональным представителям рассылали. Только почему-то наши крымские, когда им прислали, нам переслать забыли. Меня 40 минут не пускали в страну. Выхожу с аэропорта, трансфер идет с аэропорта в отель. Подхожу, моей фамилии опять в списке трансфера нет. Спрашиваю, в чем причина? Так же самое. Региональные представители, как бы, ну, вас не подали. То есть крымские власти тоже немножко недоработали, да? Да, недоработал никто. Никто. Я же говорю, помощи не было никакого. Вот смотри, нас просто там всех выдали в этом Бухаресте по максимуму. То есть ПЦР в городе стоил 15 евро, на соревнованиях 50. Трансфер стоил 10 евро с отеля. С человека, 10-местный бус, это 100 евро. Я обратно ехал, заказывал через Uber-приложение, я доехал за 2 евро. Там, 2 или 3. То есть, все было сделано так, что просто. Ладно, печаль. Ну, желаю удачи в развитии судакской секции. Может, мы еще вырастим. Судакскую, надеюсь, да, будем развивать. Насколько мне силы хватит. Есть бриллианты, которые станут чемпионом мира? Абсолютно согласен. Но если только мы придем к знаменателю, и каждый будет заниматься своим делом. Спортсмены, шансы есть. Выступать, да. Федерация организовывать, администрация поддерживать, помогать. Причем не только финансово, но и психологически. Спасибо за такое интервью. Расскажем судаку, как развивается спорт в судаке. Спасибо, что пришел, поснимал деток, показал секцию. Так что, да, еще увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...